Что лежит в основе тибетского врачевания? Какие органы проецируются на кисти? Как правильно делать массаж кистей? Посмотрите видео до конца и все это узнаете! Вы, наверное, слышали о таком термине, как тибетская медицина. Может быть, кто-то проходил лечение у специалистов по тибетской медицине. Это формат специфического врачевания с использованием натуральных продуктов, растений, минералов и физического воздействия, массаж, иглоукалывание. Что лежит в основе тибетского врачевания? Это целая философия о единстве человека с окружающим миром. Большое внимание уделяется влиянию на человека с солнца, воздуха, диетического питания. Источниками данной системы были более двух тысяч лет назад китайская и индийская медицины. Позже она обогатилась полезными знаниями, собранными со всего мира. По теории приверженцев данной медицины, в человеке существует жизненное начало. Их три. Ветер, нервная система, слизь, кровь, лимфа, гормоны, желчь, пищеварительная система. У каждого человека преобладает какое-то из этих начал. Вот когда начинает что-то сильно доминировать, что может возникнуть? По теории тибетских врачей, тогда возникают различные заболевания. То есть причина всех болезней кроется в самом человеке. Искать возможность устранить заболевание надо, анализируя человека и воздействуя на весь организм в целом. Тибетские врачи устраняют не симптомы болезни, а причину ее появления. По теории тибетских врачевателей, на кистях, как и на подошвах, на лице, ушных раковинах, находят свою проекцию внутренние органы. Какие органы проецируются на кисти? Воздействуя на определенные точки на кистях, можно улучшить состояние того или иного органа. Это вроде кнопок, на которые надо нажимать, чтобы приводить органы в порядок. Где на кисти можно воздействовать на легкие? Устранить кашель, другие симптомы поражения органов дыхания можно массируя большие пальцы. Именно на этот палец приходят активные зоны печени. За что отвечает ладонь? На ладони располагается центр общей активности, он находится точно посредине ладони. Надо собрать кончики всех пальцев в одном месте и получится углубление внутри ладони. Именно в это место надо нажимать для улучшения общего состояния, повышения тонуса и настроения. А как остальные пальцы? Мизинец поможет при нарушениях пищеварения, а ногтевая фаланга снимет тахикардию. Безымянный палец при проведении массажа улучшит настроение, снимет нервозность, поможет при стрессе. Массаж среднего пальца поможет нормализовать кровяное давление, поспособствует улучшению сердечного выброса. Именно этот палец отвечает за четкость кровообращения. Ну а что указательный? Проведение массажа указательного пальца избавит от дискомфорта в животе, улучшит пищеварение. Массируя кисти рук, можно сразу улучшить состояние практически всех внутренних органов. Как правильно делать массаж кистей? Воздействовать на организм через кисти рук очень удобно, ведь массаж можно проводить самому и делать его в любом месте, по дороге на работу, сидя на совещании, лежа у телевизора. Надо только освоить правильную технику, она несложная. Сначала стоит разогреть руки, потирая их как при мытье с мылом. Потом встряхнуть руки для стимуляции суставов. Этому движению учат в школе на уроках письма. Сначала повторно сжимаются ладони в кулачки, а потом резко открываются и встряхиваются. Затем проводят массаж поглаживающими и растирающими движениями каждого пальца и ладоней. Массирующие движения должны быть интенсивными, направленными в разные стороны и вокруг каждого пальчика. Продолжительность массажа 7-10 минут. В течение дня можно делать 2-3 раза. А знаете, как улучшить настроение? Для этого надо промассировать подколенную ямку. Здесь находится зона, повышающая жизненную силу и дающая положительные эмоции. Ведь правда несложно. Следует только не забывать про то, что следует воздействовать на организм через кисти. Да и еще, особенно следует уделять внимание тем частям кисти, куда проектируются беспокоящие вас органы. Всем здоровья и бодрого долголетия!